Друзья, я всех приветствую! С нами сегодня очень известный и любимый многими вами режиссер Юрий Мамин, который снял фильм «Окно в Париж», «Праздник Нептуна», «Бакенбарда», «Фонтан» и многие другие. И мы будем говорить о том, что происходит прямо сейчас, почему это происходит и что с нами, возможно, будет в будущем. Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, Наташа! Рад вас приветствовать! Я читала, что вы уехали в 2019 году. И, знаете, вот первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Вы предчувствовали, что так уже будет? Потому что есть же очень много людей, которые понимали задолго, до 24 февраля, что происходят какие-то необратимые процессы, которые, ну, большинству казались, ну да, неприятно, ну да, в общем-то, ну как-то же всегда было и будет сейчас как-то. Оказалось, что нет, оказалось, что это вот просто тектонические сдвиги. Я гражданственно-общественно заряженный человек. Собственно, поэтому я и начал заниматься в перестройке. Это была моя первая картина «Праздник Нептуна». Это был первый фильм перестройки. Он был показан на пятом съезде кинематографистов революционном. Произвел там вообще большое впечатление на окружающих, потому что они сказали, вот, наконец, мы очень много говорили на съезде о новом кино, которое нужно, но мы не знаем, какое оно должно быть. Вот оно, какое должно быть, сказали они. И, мало того, были идиотизмы. Ведь этот фильм сначала мне не пропускали. Редакция «Объединение дебют» закрывала и сценарий, и все прочее. Мне пришлось обращаться за помощью к учителю Эльдару Рязанову. Он вмешался в дело, причем дважды. Они сначала разрешили, но со своими поправками, когда я отказался от них, пришлось ему еще раз вмешиваться, когда он сказал, слушайте, оставьте меня в покое, вы мне все надоели. Мне звонит Даховичный, просит для того, чтобы я ему там утвердил сценарий. Мне звонит там Фридберг еще по какому-то делу. Я сказал, Эльдар Александрович, выберите одного человека, помогите ему целиком до конца. Потому что ваше вмешательство разовое, оно, оказывается, не приводит к результату. Хорошо, Юра, если я вспомню, я скажу об этом, у меня завтра будет в Кремле разговор с кем-то, я там увижусь. Да, он увидел там, я помню, с Зимяниным он должен был разговаривать, я не знаю, кто это такой, но был большой, большая шишка. Он там встретил начальников этих, в том числе и носфильмовских, и из объединения «Дебют», и сказал, дайте возможность комедиографу делать то, что ему кажется. Это такая редкая профессия. Люди должны делать то, что они чувствуют, то, что им кажется, их не надо редактировать, иначе весь юмор уйдет неизвестно куда. Меня оставили в покое, хотя считали, что это бросовая картина. Ну, одной бросовой больше, другой меньше. Худсовет был ужасный по поводу праздника Нептуна. Они говорили, что это невероятно, таких вещей уже в нашей России не происходит. Это был 85-й год. Таких вещей не происходит, оказывается, чтобы люди полезли в прорубь ради какого-то партийного начальства, слышались тогда уже эхо перемен, началась это начало перестройки самое. А тем не менее они принимали. Я говорю, вот вы знаете, вам ведь не нравится мой сценарий, сказал я одному из критиков. Да, я считаю. А вы его же все-таки принимаете. Вот вы собрались с ходсоветом, чтобы его принять. Значит, все-таки действует это и партийное начальство, и все-таки, и все остальное. Ну, а потом прошел фурор, из-за которого это же объединение «Дебют» печатало в десятках экземплярах мою картину и рассылало ее на дачи членов Политбюро. Они смотрели в своих личных кинотеатрах. То есть, мало того, после этого они стали требовать от участников дебютантов, которые должны были снимать первые фильмы, и предлагали классику российскую и прочую. «Оставьте это мелкотемье». Вот у нас есть Мамин с его примером. Они требовали, чтобы они делали какую-то сатиру, на которую те были абсолютно не имели для этого неспособности и нежелания. Они угробили рассказы Чехова, Бунина и так далее, ради того, чтобы держать нос по метру. Вот такое было начальство. Поэтому я вам должен сказать, в связи со своей заряженностью, я всегда чувствовал вот эту борьбу, которая началась еще в перестройку. Перестройка-то была хорошо. Ну, перестройка открыла возможности мыслящим людям сказать свое слово. Потому что самое главное достижение перестройки при всех провальных делах, которые там были, это, конечно, гласность. Она не бывала для России. Другой вопрос, что пока мы занимались гласностью, люди предприимчивые начали приватизировать ее. И привели ее к такому состоянию, когда власть денег стала, деньги стали идеалом. И человечность пропала напрочь. Я это чувствовал. Я пытался с этим бороться. Пытался делать картину «Окно в Париж» 20 лет спустя. Пытался делать еще несколько проектов, которые были загублены. Постепенно они все отрезались. Моя популярность, такая необыкновенная, в начале 90-х годов, когда вместо карнавальной ночи стали показывать праздник «Нектуна» по телевидению в течение пяти или шести лет, когда не было дня, чтобы у меня не брали интервью, ждали любого моего сообщения. Она стала постепенно снижаться. Наконец дошло до того, что меня перестали приглашать на телевидение, хотя я был там частым гостем. Потом мне стали закрывать проекты. С трудом удалось сделать последний фильм «Не думай про белых обезьян». Два приема. Потом меня лишили возможности. У меня была передача «Дом культуры» на российском телевидении, канал 100, была очень популярна. Ее закрыли. Мне закрыли два проекта «Окно в Париж» 20 лет спустя. Мне закрыли проект, один из которых, на него рассчитывала очень киностудия «Ленфильм» с ее ходсоветом, в котором были лучшие умы тогда «Ленфильма», режиссеры, сценаристы. Радость любви к Джойсу. Очень пробивала этот проект Катерина Гениева, директор библиотеки иностранной литературы имени Рудамина. Она познакомила меня с ирландским премьер-министром, министром культуры. Этот фильм не прошел из-за вмешательства Мединского. Вот Мединский закрыл мои проекты и так далее. Дальше я знал, что работы у меня в России не будет, а я не представлял себе жизнь без работы. Причем эта работа для меня не заработок денег. Это возможность обратиться к обществу, высказать свое мнение, как-то повлиять на него, найти единомышленников, объединить их вокруг себя, повлиять на сознание людей. Я видел, что этого не дано. Я был активным... Участником всех митингов, связанных с Навальным. Я поддерживал его. Меня предупредили в университете, чтобы я прекратил заниматься этим, потому что это очень... Я не могу в таком случае заниматься преподаванием. Я опередил... У меня были долги, накопленные после того, как у меня украли картину «Я не думай про белых обезьян». Ее опубликовали с грифом этого Ники фестиваля специально для того, чтобы невозможно было ее купить. Ее перестали приобретать. Короче говоря, я оказался в долгах, которыми я должен был расплатиться. В связи с этим я несколько лет занимался продажей дачи, квартиры, погашением банковских кредитов. Как только это произошло, я уехал, потому что знал, что впереди у меня нет никакой перспективы. И за день до отъезда я сделал большое-большое высказывание, монолог, который, как он называется... Напомню, Людмила... «Окно в Кентукки». «Окно в Кентукки» называется. Такая есть программа или сайт. Его можно открыть и посмотреть. «Окно в Кентукки». Сейчас там большое очень количество зрителей за 4 года набралось. Я рассказал о своей жизни и почему я уезжаю. Этот план был давнишний. Я предвидел, что в России будет ужесточение страшное. Будут сжиматься... Все будет доходить до 1937 года. В этом я не сомневался. По поводу войны я мог ее предположить. Агрессию против Украины, потому что в течение полутора лет, по-моему, собирались войска около границы. И все время сошли эти обсуждения. Она могла начаться в любой момент. Другой вопрос, когда это происходит, это всегда неожиданность. Ты ждешь удара, но когда тебя ударили, это всегда стресс. Да, это произошло. Это так сильно повлияло, что несмотря на то, что я уже выпускал Дом культуры, свою программу, я вынужден был остановиться на 2 месяца. Мне показалось, что мне сейчас не время говорить ни о чем. Потому что действительно, когда пушки говорят, музы молчат. Так мне казалось. Но потом я вдруг пришел к выводу, к убеждению, что война закончится. Какая бы она ни была страшная, мне очень приятно, что она закончится победой Украины, в чем я не сомневаюсь. Но культура людей – это единственное, что может сделать их людьми. Вопреки мнению моего оппонента Александра Невзорова, который вообще никак не считается с культурой и не находит ничего в ней, хотя зарабатывает на ней деньги. Именно он от культуры захватил возможность так изысканно излагаться и обладать ироническим слогом, злоязычным быть. Но я считаю, что культура и искусство – это самое прекрасное, что сделало человечество. Гуманистическое искусство, я имею в виду. Потому что оно способно действительно делать человека человеком. Не религия, как выяснилось, хотя она к этому стремилась бесконечно, заставляя человека вдруг исполнять божьи заповеди. Но она не давала никакой культуры. Вот в чем ее беда. В данном случае категорический императив понятия добра и зла существует в душе человека культуры. Не у всех, не у каждого. Но если он воспитан с детства в понятиях добра и зла, чувство справедливости, если его приучили к любви к животным, к совести, тогда это непременно в нем есть. Такие люди, может быть, их и не большинство, но это главное, это квинтэссенция человечества. Она, мне кажется, должна победить. Вы знаете, Юрий, вот относительно культуры, вы говорите, что без культуры человек, ну вот весь монолог, который вы только что сказали. Все дело в том, что там, я не знаю, большая часть тиранов, кого бы мы не вспомнили, Сталин, Гитлер, еще там можно вспоминать, они чрезвычайно пристрастны к людям культуры, потому что они понимают, что культура – это идеальный инструмент для того, чтобы обслуживать именно тиранию, в том числе, как это ни странно, как это ни парадоксально звучало. И все эти линии Рифеншталь, все эти Машковы, хотя это несопоставимые фигуры, и там, я не знаю, Тины Кандилаки на Лужниках, это доказывают. Ведь почему-то им хочется, чтобы именно эти люди были с ними. И эти люди, поскольку они там в массах пользуются какой-то любовью и авторитетом, говорили им, что мы живем правильно, мы действительно должны встать с колен, мы должны, вот как вы сказали в каком-то, у вас было высказывание, что они подобны немецким овчаркам на поводке. Почему люди культуры всегда так охотно становились, знаете, как называлось в канцлагерях, вот эти капо, да, которые там помогали немцам? Да, нас, вот эти капо. Да, почему они становились капо так охотно? Наташа, дело в том, что когда мы говорим слово культура, надо прежде всего договориться о терминологии, что мы сюда вкладываем. Понимаете, культура – это очень широкое понятие. Даже какой-то, значит, неграмотный крестьянин, который привык пить воду из ручья и никогда не ходил в туалет, это, он обладает той культурой, о которой мы можем судить. Когда мы приезжаем на какой-то остров или, так сказать, наши предшественники, они говорят, какова там культура? Прежде всего говорили о взаимоотношениях в быту, о том, как человек ест, чем он пользуется, какие блюда он изготовляет, как он одевается. Это все атрибуты культуры, которые в наше время перемешались, потому что, например, скажем, модно одеваться сегодня, следовать моде, это не значит быть культурным человеком. Да, он обладает знаниями, от которых, скажем, мы с вами отстаем. но он не знает писателя, он ничего не читал, он не интересуется литературой, он не интересуется ничем. Это значит, что у него не развита, его личность не развита, это неразвитые люди. Образование, нахватанность, диплом о высшем образовании, это совершенно не то, что я говорю, когда имеется в виду культура. Вообще, понятие интеллигент, оно возникло в России, собственно говоря, и оно не значило человека с высшим образованием. Это только в советское время считали. Советские интеллигенции это люди с дипломами. На самом деле, в понятии выдающихся мыслителей России интеллигент это был человек, который жаждет знаний, и эти знания пытаются использовать гуманистические знания на пользу страны и народа. Вот как его представления были. Но для того, чтобы сделать его благороднее, честнее, справедливее, чтобы не было воров, прежде всего, чтобы не было коррупции, потому что это несовместимо с понятием культура. А когда эти коррупционеры, люди, которых легко купить за деньги, рассуждают о культуре и занимаются искусством, это не культурные люди. Вы приводите актеров. Актеры одна из самых некультурных категорий людей. Они мало читают, за некоторым исключением, редким. Я, когда работал в нескольких театрах, бывали интеллигентный актер, ходят в библиотеку. Остальные не читают ничего. Мало того, даже самые знаменитые артисты, Евстигнеев, не любил читать книги. Когда он узнал, что ему надо играть в комедии «Горе от ума», которая в стихах. Нет, нет, стихи ни в коем случае, не буду этим заниматься. Но мы его ценим за другое, за талант. Это не значит, что он бы не поддерживал Путина сегодня и войну. Совершенно не значит. Но я этого и не требую от него, потому что я его ценю за совсем другие вещи. Вообще, занимаясь Домом культуры, я теперь с убеждением разделяю талант, которым делил Господь, Бог, природа, и личные человеческие качества. Они редко совпадают. Когда они совпадают, когда дается талант, дарование на такую почву, связанную с чувством справедливости, с гуманистическими убеждениями, тогда это дает очень большие всходы. Но, в принципе, искусство многолика. А вот что касается культуры, она требует обязательно, с моей точки зрения, эмпатии, сострадания, возможности встать на другую точку зрения, сочувствовать человеку. Прежде всего, начинается с любви к животным. И потом это переходит на отношения к людям. Вот эта доброта, которая не допускает насилия, убийства, она дается культуре, прежде всего, культуре и ничем другим. А вот невежество, вот эта полунахватанность, когда люди обладают не культурой, а убеждениями, вот это очень важный вопрос, мы можем об убеждениях поговорить. Что такое убеждение? Как будто бы необходимая вещь для человека, с другой стороны, это страшная вещь и связанная с Россией. Об этом можно поговорить. Мир же дуален, и любая вещь в этом мире может быть прекрасна и страшна. Это, знаете, как яд. Если у тебя есть убеждения и принципы, и ты их не навязываешь другим, и не готов на насилие, для того, чтобы твои убеждения утверждались, это одно, а если ты готова ради своих убеждений полмира уничтожить, это совершенно иная история, как мне кажется. Я думаю, что вы со мной согласитесь, наверное. Нет, я с вами соглашусь отчасти, но тут надо прояснить, что такое убеждение, и в убеждении рознь большая. Одни убеждения складываются в силу работы ума, жизненного анализа. Они не приходят к ребенку, они складываются у древнего человека, который много прочитал. Почему нужны книги? Потому что человеческая жизнь, она очень бедна событиями. Человек, который раз ошибся, неправильно женился, совершил неправильный выбор профессии, он вообще, не имея никакого жизненного опыта, он подвержен всяким опасностям, о которых предупреждает литература. Она рассмотрела все возможные варианты жизненных событий. Поэтому, скажем, я уже не первый раз говорил об этом, Пушкин и Лермонтов, будучи еще подростками, начали писать литературу, которая осваивалась всем обществом. Их читали люди, которые годятся им в деды. Они им восхищались. Эти два молодых человека открывали людям глаза на мир. Почему? При таком малом жизненном опыте они были очень начитанными, потому что с детства они читали книги. Разнообразные, во многом жадность до чтения была необыкновенная. Вообще, я отличаю поэтому людей, читающих и не читающих. Сейчас их не так много. Вот в чем все делают. Когда вернется возможность вернуть книжную культуру, вот тогда возникнет понятие культуры. А люди, которые слышали о Толстом, они даже не вникли, они проходили его в школе. Это не значит знать Толстого, если ты проходил его в школе. Значит, надо понять, что такое война и мир, когда выясняется, что война и мир окажется ошибочное произведение, потому что оно неправильно разбирает войну. На самом деле, она была и проигрышная, и Кутузов был человекотворотительный, на самом деле лживый, фальшивый, на самом деле там гибли русские люди, а ничего там не происходило настоящего, царь был фальшивый и так далее. Да, это все правда. Толстой говорит не об этом. Он говорит как раз о том, что важно для современности. Один человек, Наполеон, который главная отрицательная фигура, помимо других, прочих, он вмешивается в мирную жизнь людей, которые полна каких-то конфликтов. Они могут быть очень тяжело восприниматься семьей Ростовых, там, измена для Наташи Ростовой, юной девушки, которая не была верна князю Андрею, несмотря на данное слово, в силу неопытности и юности. Это вещи, которые переживают люди в мирное время. Это нормально. Но когда приходит человек и заставляет этих людей отдавать жизни, а каждая жизнь это космос, и князь Андрей лежа на бородинце, на австралийце, он смотрит и говорит, что я единственный, неужели этот мир, который мне принадлежит, это бесконечное небо, оно уйдет сейчас. По повелению одного человека, безжалостного, жестокого, который оперирует людьми, как карточной колодой. И таков Путин, таков любой тиран. Это люди, самое удивительное, что когда человек не жалеет человеческих жизней, для него это ничто, когда он жесток, а мы узнаем про него еще удивительные вещи. Но я хочу потом просто, если про Путина еще пару слов сказать, хотя он очень надоел, приходится о нем говорить. Давайте посещаем. Открыть, про которое мне хочется сказать, оно на меня, то знание, которое я получил от одного из рассказов в интернете, естественно, оно произвело на меня сильное впечатление, многое объясняет в этой личности. Ну ладно, это потом. Так вот, остановлюсь на этом. Я сказал о том, что, а вот что, самое главное, не сказал. Так вот, когда убеждение складывается в силу работы мысли, обретению человеком знаний и культуры, это одно убеждение. Оно может меняться в результате, но оно связано с мыслительным процессом, с работой души. А когда у человека нет способности мыслить, а если у человека нет культуры, способности мыслить нет, ему вкладывается убеждение, как догма. Телевидением, родителям иногда. Я приведу один маленький пример. Я учился в театральном институте, был студентом, а ко мне приехал родственник из Артищева, мой троюрный брат. Ему было лет 14 или 13 даже. Он такой вот крепенький пацан, идет со мной, я шел по направлению, водил его по городу. Шли мы в банковский сад, и он говорит, а вот ты чем будешь заниматься, вот ты когда в институте хочешь, хочешь свой институт. Я говорю, я буду режиссером, что это такое? Ну, спектакли ставят, с артистами, а, баловство. Подожди, а что такое не баловство? Ну, это машинистом работать, спесарем, вот это рабочая профессия и так далее. Я смотрел на него, он абсолютно убежден. Мне его переубедить было невозможно, ему только лет 13. Вот это и есть догма. Когда говорят догматизм, это вот это самое страшное, это то, что у тебя существует какое-то убеждение, как религия, предположим. Вот человек верит в Бога вне зависимости от каких-то разоблачений. Ему ничего не важно. Вот я верю и все, это догма. Она складывается с детства. Человек не обязан об этом мыслить. Ты должен верить в это, потому что ты обязан это делать. Вот то же самое происходит с той верой догматической, которую внушили наши пропагандисты российские за 20 лет. Она внедрилась в мозги, и люди оперируют готовыми понять тебе. Россия – великая страна, мы самый добрый народ, мы не можем убивать, мы ни на кого не нападали, мы никогда никому не проигрывали, мы самые честные, потому что с нами Бог, правда, на нашей стороне. Откуда эта глупость? Это догма. Вот это и есть догматические убеждения, они очень опасны. Вы понимаете, Юрий, все это абсолютно точно, вы все правильно говорите, но ведь психологи и другие профильные специалисты говорят о том, что люди, которые способны формировать собственное убеждение и задавать вопрос, а почему, 3-5% на земле, все остальные люди подвержены тому, чтобы чужое убеждение делать своими. Не важно, это медиа внушили, или их социальные группы, или среда, где они выросли, или какие-то особые люди, которые на них имели влияние. Именно поэтому пропагандистов всегда считали военными преступниками, которые пропагандируют войну, потому что, скажем, медиа – это именно та площадка, которая влияет на огромное количество людей. Мы это помним прекрасно. Просто, скажем, в Третьем рейхе это были газеты, а в путинской стране это телевидение. И поэтому, естественно, поэтому здесь надежд особо нет. Вот просто, когда я думаю, что будет дальше современной России, где, как говорят, там, говорят, что это Сурков придумал этот термин, не знаю, глубинный народ, который верит всему, что ему рассказывает Симоньян и Соловьев, я не представляю себе, как это можно изменить за три года, за десять лет. Понимаете, это же растление, бывает же глубина растления, да? А растление бывает таким глубоким, когда нужно десятилетие, чтобы это менять. Вы не согласны? Нет. Я согласен с вами, что это невозможно изменить за три года, но тут дело в том, что этих людей вообще невозможно изменить, готовых. менять надо воспитанием, с детства. Вот это вопрос очень сложный, как его осуществить. Я неоднократно привожу этот пример из начала девятнадцатого века, когда решили действительно изменить эту крепостную, невежественную Россию. И пришел царь Александр I, насыщенный прогрессивными идеями, взятыми, так сказать, самым прогрессивным, что он мог взять от своей бабушки. И в союзе с Аспиранским они решили модернизировать Россию, прежде всего, создать новое поколение, способное управлять страной. Для этого был создан Пушкинский лицей. Он подготовил Горчакову, кстати говоря, и подготовил Пушкина. Это две главные, можно сказать, фигуры, которые определяли. Помимо других, там было много деятелей, но они стали поэтами, декабристами и так далее. Самое значительное влияние на Россию оказался, конечно, Пушкин. И отчасти Горчаков, будучи в правительстве и будучи таким знаменитым министром, которому восхищалась вся Европа. Настолько он был, так сказать, уменный тот. Хотя он был самодержит. Да и не об этом речь. Речь и о том, что был организован этот Пушкинский лицей, который дал действительно замечательный всход. Вот этот лицей, который в царском селе был открыт, как его организовать в масштабах России, страны? Как взять этих детей от невежественных родителей, которые их воспитывают в атмосфере грязи, пьянства, матерного языка? Прежде всего, я должен сказать относительно культуры. Я вот не сказал самую важную вещь. Какой признак культуры? Владение языком. Да, есть люди, которые владеют языком, но как правило, если они обладают вот такой вот культурой, если они люди насчитанные, многознающие, среди них мало людей, которые ратуют за убийство, которые равнодушны к этому. Очень мало. Действительно, людей вот такой культуры меньшинство поразительное, но они влияют на человечество. Именно они. Именно в этом смысле культура способна воздействовать на массы, отвлекать их от догматических идей, заставлять думать. Самое главное ведь научить ученика размышлять, думать. Чем не занималась ни советская школа, ни кто, собственно говоря. А сейчас об этом не приходится. Я 10 лет преподавал и видел, как воплощается с каждым годом образование. Оно опускается ниже плинтуса. В результате студенты, которые выходят из вузов, не становятся специалистами. Я не знаю про технические, гуманитарных. Нет. Они не знают, что делать. Они ищут работы. Что такое люмпин? Человек, который ищет случайную работу. Вот они люмпины. Они начинают искать случайную работу. Вот это и есть уровень российской культуры сегодняшней. Как его исправить? Как сделать? Это невозможно. Возможно сделать другое. Возможно запретить вот эти античеловечные проявления. запретить таким же образом, как запрещается сейчас любое свободномыслие. Поначалу это будет таким образом. Какие гарантии? Это ограниченность сроков правления любого руководителя. Это можно сделать? Можно. Другая проблема, очень сложная, о которой говорят сегодняшние как бы новаторы или люди, которые видят будущее России. Поменять суд. Вопрос большой очень. Кем заменить сегодняшних судей? Что? Можно найти такое количество справедливых, совестовых людей, не знаю, их травили в течение 20 лет. На моих глазах вытравили. Что касается того, что могут ли в России появиться мыслящие, они быстро появились. Ведь в годы перестройки какое количество людей пришло, какое количество программ вообще воодушевляло всю страну? Смотрели все. Киев смотрел, Петербург смотрел и Москва, если было там Пятое колесо или как назывались, Пятое колесо, Взгляд. Это все были прогрессивные программы, которые говорили о том, что новые люди пришли на телевидение, новые мысли возникли, новых людей приглашали, люди, вышедшие из лагерей, приходили, становились властителями Дум. Это было время надежд, время того, что могла быть стать страна гражданственной. Гражданское население нам могло воспитаться в это время, но она пошла по другому пути в силу обольщения возможностей накопления личности. Это Россия не выдержала никак. Все стали подкупленными денежными возможностями. Комфорт победил. Комфорт победил все, потому что он был непривычен для России. Юрий, как бы это неприятно не звучало, но тем не менее, я должна вам сказать, что не всегда все развивается так линейно, как вы говорите. Братья Михалковы ходили в хорошие школы и росли в хороших условиях, и знали несколько языков, но это не помешало им поддерживать фашистский режим Путина, а это фашистский режим. Или, скажем, демократы 90-х годов, которые должны были проводить реформы, они большое внимание уделяли приватизации и личному обогащению. Мы же понимаем, что все они стали богатыми людьми, и мы понимаем, что просто так это не происходит. Они не открыли списки КГБшников, они не сделали то, что сделали, например, страны Валтии и страны Восточной Европы. Они пошли по совершенно другому пути, личного комфорта и личного обогащения. Теперь, когда они разводят руками, говорят, ну как же так? У нас же было такое окно вертона, такая возможность. Что ж такое? Откуда ж Путин? Хочется спросить. Друзья мои, а вы не выручили Путину разве ключи от власти? А кто были эти прекрасные люди в белых пальто? Это вопрос. По поводу Михалковых. Хороший вопрос, хорошая тема. Дело в том, что я не говорил о том, что образованность это гарантия благородства. Это я ни в коем случае утверждать не могу. Это гнилая семья. Гнилая, начиная с родителей, автора гимнов и так далее. Абсолютно фальшивый человек, придворный, полишинель, который мог обслуживать любую власть. Он обладал чутьем необыкновенным. Он способный очень человек. Он неплохо писал, у него были пьесы, у него были детские стихи, басни. Остроумно, достаточно ловко все это он сделал. Дядя Стеку придумал своего и так далее. Ну и как он этот гимн дважды внедрил. Ну правда, еще с помощью своего сыночка, своего Никиты. Второй раз он это сделал. И в силу невежества Путина, и вообще говоря, невежества того, эта власть, которая была привлечена, у нее были совсем другие интересы и другие идеалы. Что касается этой семьи. Ну подлость, она была, она всегда была и в дворянском обществе, и несмотря на то, что оно было общество чести. Человека могли вызвать на дуэль, но подлых людей хватало бесконечно. Мы знаем и конфликты, связанные с жизнью Пушкина, Лермонтова и так далее, Грибоедова. Как много подлых людей было рядом, хотя общество было гораздо более мелкое в том смысле, что оно было очень ограниченное. Ну что это светское общество? Все друг друга знали. Сейчас же это невероятно, элита родрослась, когда мы не знаем, это Москва, огромный город, который сам себя не в силах прокормить. Так вот, с детства подлечили. Я рассказывал об этом случае, когда Михалков решил отказаться от съемок «Я шагаю по Москве», если ему не прибавят зарплату ведущего артиста. и сказал об этом через полтора месяца Данелии. Он об этом писал статью юбилей фильма «Я шагаю по Москве», я в третий раз рассказываю по телевизору эту историю, когда тот сказал, что... Известная, да, вся эта вещь. Он тогда бросился на колени и сказал, когда тот решил брать другого артиста, вы же меня снимали, это не твое дело. Тот в слезах стал валить все на брата, который его научил. Два непорядочных человек. Другой вопрос, что пока не было возможности заняться своим собственным комфортом, когда в Советской России примерно уравнены в правах были, да, эти московские мажоры, они были привилегированы, это, так сказать, кастой такой, вращались в богатом обществе, машины приобретали еще в юношеском возрасте, им родители могли купить, но они, в данном случае Михалков вставил гуманистическое кино, это и неоконченная пьеса для механического пианино, и пять вечеров, и несколько дней из жизни Обломова, это гуманистические фильмы, там очень пронзительные, верные вещи, скажем, он так не думал, думал, он актер, он человек искусства, он способен заражаться этими вещами, но вот меняются обстоятельства, и вдруг выясняется, что все дерьмо, которое в нем всегда содержалось, оно побеждает, оно вылезает наружу, и все остальное отходит на задний план, вообще говоря, Путин сработал на этом, и ведь каким образом, и большевики, и Путин, они сработали на том низменном, что существует в человечестве, они вызвали это, и сказали, грабь награбленная, вы, тот человек, который рожден от безвлашадного крестьянина, он велик, а тот, кто получил образование, это гниль, это говно нации, как сказал Владимир Ильич, вот этот перевернутый мир, который предлагали большевики, предложил Путин, он, собственно говоря, был, основывался на поглаживании всех этих отрицательных, низменных черт в человеке, это очень приятно, не делать себя лучше, оказаться хорошим только потому, что ты в России, ты самый богоизбранный народ, ты православный, ты прочее, вот эти вещи, которые внушаются им, они очень легко ложатся на невежественную почву, если человек критического ума, аналитическим умом, способен оценить это все, отбросить и сказать, эээ, нет, не то, вы что такое говорите, тут нет никакого образования, тут люди не владеют, у них нет никакой почвы, это чистое, собственно говоря, непахотное, или болото, как правильно называют, сюда внедрить можно любую, любую идею, и вот готовые идеи, связанные с инстинктами, мы самые лучшие, самые сильные, мы должны воевать, должны побеждать, а кроме того, дискомфорт жизни вызывает такое желание кому-то отомстить, независимо от всего, будь то украинец, будь то американец, будь то что, война лучше, особенно когда ты сидишь, где ты смотришь телевизор, все меняется, почему так медленно меняется в России, вот это вот, в войне гибнут масса россиян, это называют, это мясо, идешь на фронт, потому что они нас над вами не смотрят, мы тут с вами делаем передачи, я делаю дом культуры, вы проводите свои передачи, очень много есть выдающихся. А почему, да вот удивительно, смотрите, Юрий, почему было, так сказать, моноинформационное поле в Третьем Рейхе, мне понятно, это было такое время, когда там было три газеты, да, в Германии, ну условно говоря, или там пять газет, и люди узнавали новости только оттуда, но сейчас там мир огромен, да, есть интернет, где ты можешь сам самостоятельно найти любую информацию и задать себе все вопросы, почему они не хотят дальше кнопки там с Соловьевым или Симоньян ходить, что это там вообще за голова такая, за мозги такие? А нет любопытства, дело в том, что отсутствие культуры вызывает отсутствие любопытства, вот не хочу знать, во-первых, во-вторых, я опасаюсь, что не хочу об этом слышать, я не хочу об этом слышать, потому что это может, это грозит моей убежденности, я знаю, что вот это так, не надо меня колебать, вот эта вот опасность, вот это нежелание с этим связываться, смотри, это одно, отсутствие любопытства, это немножко более такая глубокая сторона, она связана с тем, что люди, не имеющие достаточного уровня культуры, лишены любопытства, я вспоминаю советское время, не было новой публикации в романах, в журналах литературных, будь то иностранная литература, новый мир там, даже сельская молодежь, если что-то новое печаталось, все моментально жадно бросались читать это, я, который гуманитарий, человек из театрального института, сталкивался с этерровскими интеллигентами, ты прочел это? Я врал, что прочел, бежал, скорее искал эту книгу, чтобы прочесть, чтобы мне было стыдно, тогда было стыдно, что-то не знать, сейчас не стыдно совсем, абсолютно, этого стыда нет, какое любопытство вызывали любые фестивали, иностранные, я помню, очереди были нескончаемые, фестиваль итальянского фильма, французского, посмотреть это все, все стремились к этому, это была жажда знаний, и действительно, считаешь, самая читающая страна, в силу закрытости, в силу того, что были очень ограниченные, вот эти вот были, железные занавесы и прочее, какая была жажда знаний, какое внимание, скажем, студенчество к самоздатовской литературе, как мы жадно передавали друг другу вот эти вот Гинсбург-Аксеновы, когда появлялись вот эти вот запрещенные, перепечатанные, отпечатанные на фотографиях, на фотографических кусочках эти самые тексты, это, вот этого сейчас нет, увы, тут много причин, в данном случае даже интернет в этом виноват, потому что интернет, с одной стороны, дает возможность людям, которых есть знания, сразу получить, я пользуюсь им очень, и благодарен судьбе, когда я могу ответить на вопросы, не ходя в библиотеку, но для человека, который непривычен к культуре, для него интернет – это игры, это порно-сайты, это сплетни, ничего больше, загуглиться, узнать, и не больше того, вот это и есть отсутствие любопытства, отсутствие желания узнать вас, меня и всего остального. Вот вы комедиограф, да, это очень интересная профессия, с моей точки зрения, потому что она позволяет анализировать природу смешного и природу зла, обаяния зла. Мне кажется, смешно и зло очень часто ходят рядом, очень часто. Не зря же фильмы Чарли Чаплина, которые были очень антивоенными, антифашистскими, они были страшно смешными. Не зря же, скажем, сейчас, вот в современной России, так много, вот когда мы видим, да, всех этих военкоров, всех этих симоньян, когда мы читаем твиты Медведева, они страшны, но они в то же время ужасно смешные, да, это как будто, ну, вот я не знаю, ты как будто видишь какой-то такой дикий карнавал совершенно идиотов. Вот, о Путине хочу с вами поговорить. Знаете, когда я спрашиваю у демократов сегодняшних, которые тогда с ним общались, как вы могли вообще, как вы могли там ключи от власти передать КГБ, вы же выступали против КГБ, да, мы помним, как Собчак страстно обличал систему, и он же берет себе в помощники маленького человечка с рыбьими глазами, про которого он знает, что этот человек несколько лет курировал, сидел в университете, ну, там, за студентами следил. И таких примеров может быть огромное количество. И поэтому, поэтому вопрос, а чем же их, все говорят, Путин был очень боятель, он был другим, он не был таким, там, когда он в нулевых, как он сейчас. Да не верю я, наверное, таким и был. Но пользовался слепотой, пользовался доверием, пользовался еще чем-то. Вот вы, как режиссер, каким видите этого человека и его градацию, да, вот его там в развитии, да, этот образ. Говорят, некоторые его называют «Крошка Цахис», но я почему-то все время вспоминаю фильм «Ребенок Розмари», когда я думаю о нем. Мы во многом не правы, Наташа. Дело в том, что Путин никогда не казался никому обаятельным человеком. Никогда никому. Наоборот, еще когда он был помощником Собчака, я знал от людей, которые заключали с ним договора, какой он жулик, какие он требовал взятки. Мы все знали, как он разграбил гуманитарную помощь. Ведь на него были поданы в суд Салье и Ленинградский тогда еще... Но Собчак же тоже это знал. Но Собчак же тоже это знал. Зачем он? Собчак его спас. Во-первых, потому что он про Собчака очень многое знал. Вот. Он спас его. Он... Дело в том, что он лично звонил Гайдару, чтобы прекратили силы премьер-министра, остановили этот процесс против Путина, который был бы уголовным преступником. Он уголовник по натуре, по своей. Я хотел рассказать вам этот случай, который меня поразил. Я слушаю часто разных людей. Мне интересно, что происходит сейчас. Новости, особенно связанные с Украиной. Я бы так мало интересовался бы этим, если бы не война на Украине. В Украине, скажем так, точнее. Это я в течение семидесяти с лишним лет говорил это слово, поэтому тут обижаться не на что. Я пытаюсь все время говорить в Украине. Иногда пролезает. Так вот, я вам должен сказать, что Пугачев, который был его когда-то близким для него человеком, мало того, как выяснилось, бывал у него дома. Он рассказал, как он выпивал с ним и с Людмилой Путиной дома. И какой-то возник между Путиным и Людмилой какой-то конфликт. Она заплакала, ушла, он не понял даже, в чем заключается. Потом она ему сказала лично, зачем ты его ему даешь пить? Он же после этого становится невозможным человеком. Он меня щипает, щиплет. Он начинает применять страшные приемы какие-то. Я после этого еле хожу. Не могу. Вот вы знаете, вот это разве не открывает личность? Вот этот один случай открыл для меня очень многое. Вот этот человек теперь приходит в главу государства. Вот такой. Проявлял ли он такие качества? Нет. Он их скрывал. Но надо сказать, он был действительно другой человек. Что? Вы можете предположить себе, что это цельная, сложившаяся натура? Ничего подобного. Это человек, который формировался, и когда он оказался у власти, как все эти, в России такого было много. Просто не все владели, обладали ядерным оружием тогда-то в быдые времена. Как быстро Вродобрей мог становиться, вообще говоря, министром? Кутайсов. Он же из парикмахеров. Вдруг граф Кутайсов стал. Граф получил и так далее. Его же высмеяли, по-моему, в оперете Холопка и так далее. Не важно. Не эта самая сущность. Сущность заключается в том, что человек, который оказался волею судьбы. Тут ведь какая вещь? Действительно, вы правы. Общество, особенно российское, самодержавное, в течение многих столетий оно ориентируется только на главного руководителя государства, назовем его царь-батюшка. Он по-разному может называться, генсек и так далее. Сталин, Грозный, Николай Первый, Николай Второй, но они были послабее, посильнее по характеру. Александр Третий, то Екатерина Вторая, были посильнее, поумнее, поглупее и так далее. Один из самых глупых был Николай Второй, вероятно. Но дело в том, что Россия так получается, что все у власти до Путина, а что, это разве были какие-то выдающиеся деятели? Посмотрите, что это за... Это Брежнев, кстати, украинец, Крущев, который близко, мать украинка. Так что, страной руководили тоже деятели. У нас была общая страна, которую руководили, и мы все подчинялись этому. Как бы они пытались сказать, что мы всегда были угнетены, и Украина была угнетена. Но все-таки, почему демократы отдали КГБ ключи от власти? Почему отдали... Ну, ключи от власти всегда были в руках КГБ. Их сдерживало только политбюро. Когда Андропов предлагал какие-то вещи, его одерживали, не всегда принимали. Когда он пришел по власти, да, он устроил... Там смешные... Я писал даже об этом сценарии, не хочу в этом углубляться. Но дело в том, что деятели во главе государства всегда вызывали желание аккаунта... Каким образом он пришел? Каким образом эти безграмотные люди, которые не могли сказать два слова? Это же просто комедию можно было про них устраивать. Сегодня комедия идет наяву, ее не переплюнешь. Ни один сатирик, ни один комедиограф не может придумать то, что творится в России. Это я поражаюсь каждый раз. Я говорю, во-первых, я не могу такого придумать. Если бы я раньше это придумал, это был бы, конечно, гость программы. Но, с другой стороны, есть другая проблема. Люди перестали воспринимать юмор. Они не понимают. Юмор требует культурной подкладки. Когда люди могут сравнить что-то с чем-то, сопоставить вещи, это вызывает юмористическое отношение. Если они этого не могут, тогда юмор остается тортом в морду или ногой по заднице. Вот такой юмор сегодня может восприниматься в России. Нет, Путин пришел к власти так же, как все остальные. Другой вопрос, что он из криминальной среды. Такого, откровенно, человека из криминальной среды еще не было на троне. А можно спросить вас, что он знал про Собчака? Вот для меня это очень важный вопрос, потому что я понимаю, что Собчак знал о нем все. И все-таки, знаете, это все равно, что, я не знаю, держать с собой рядом отпетую сволочь и негодяю. Все, что Собчак ненавидел, то, что он декларировал, он держал рядом с собой. Он позволял, чтобы ленцовет сращивался с бандитским Петербургом, он позволял коррупцию в немыслимых размерах, он позволял это все. Я вас прямо спрашиваю, он был участником этого процесса? Я расскажу вам. Дело в том, что, когда Собчак баллотировался в депутаты еще, он обратился ко мне, чтобы я помог ему стать депутатом Верховного Совета с моим фильмом «Фонтан», который тогда нашумел, получил главный приз «Золотого дюка» и был гвоздем вообще общественной жизни России. Я согласился, потому что он не нравился Собчак. Он был самый яркий оратор. Он не взирал на лица, он переубеждал. Мне казалось, что все это гнездо, которое тогда в Верховном Совете было, оно такое занюханное, такие мухоморы. Это появился человек со свежей мыслью, замечательно говорящий, с горящими глазами, убеждающий всех, блестящий оратор, который был похож на литературных героев просто. Да, вот таких. Вот такие люди проходили, когда-то были властителями дум. Они проходили, побеждали, свергали правительство и тому подобное. Он пришел в Питер, и он со мной в разговорах, когда мы с ним говорили между этими выступлениями, он сказал, что он хочет сделать с Ленинградом свободную зону, торговую, свободную финансовую зону, потому что это порт, потому что сюда все флаги приезжают. Здесь можно будет сделать ту область, которая станет показателем, какой может стать Россия. Вот она будет свободной, конкурирующей, как какая-нибудь Венеция какая-то и так далее. Он на это рассчитывал. Ну что же ему ответила Москва? И в данном случае Лужков, как потом мне жаловался он. Он запрыгнул, ну пусть, пусть работают, если они считают, что Ленинград может обойтись, мы им не дадим вообще никаких как бы вспомогательных денег. Он не получит ничего. Оттуда они берут по закону. Он оказался в таком состоянии, как мне говорила Нарусова. Ну это отдельный вопрос. Я ее встретил в очереди за молоком. Однажды она стояла. Я ей сказал, чтобы она не играла в демократию. Если у нее муж глава города, он не должен зависеть от того, купит она молоко или нет. Это игрушки пройдут потом. Они и прошли. Я думаю, что это как демонстрация была. У ее дочери было два охранника и, извините, такие люди не стоят за молоком. Нет, ну вы не правы. Это было тогда, когда у нее не было охранников. Это было то время, когда действительно еще они не... Когда Ельцин ездил в троллейбусе, и это было такое время, когда они действительно считали, думали, что они будут демократами. Они только об этом говорили. Они хотели быть равными с народами. Это никогда не получается. Но это наивные мысли, наивное заблуждение. Длились несколько месяцев. Вот я в этот месяц зашел. Это была тяжелая ситуация в городе. По карточкам все давали. И она стояла в очереди на Каменно-Островском проспекте. Я говорю, здрасте, Людмила, я говорю, что вы делаете? Вы стоите в очереди? Да, во всем вы играете? Я тогда удивился и сказал, что она неправильно поступает. Глава города должен быть на корме. Она не должна играть в такую демократию. Ну вот, она рассказала следующее. Не было возможности принять ни одного иностранного представителя. Чай даже. Купить, купить какие-то вещи. Чай поставить. Где принять? Что? И тогда он вынужден был первый раз отдать палец криминальным структурам, которые требовали от него, просили бесконечно. Дай нам какую-то недвижимость или что-то такое, какую-то площадь. Он согласился. Но тут мало не бывает. Дал палец, потом второй, третий. И он на глазах превратился в то, во что превращаясь волками, жить по волчьей выть. На моих глазах Собчак превратился в стяжателя. А потом уже он сумел связаться с такими с моими коллегами, как, в частности, Алексей Герман, вроде бы не запододришь его, Мортко тот, который сегодня, и покойный Аронович. Они оттяпали от дома творчества, которым принадлежал ленинградским кинематографистам петербургским, оттяпали площадь, построили себе частные дома, все на деньги, которые взяли у мэрии Собчака. Потом, когда это стало возникать скандал, они все попродавали быстро эти дома, и они продали их криминалу, опять-таки. А потом Германа и его сына побили там эти криминалы, которые в ресторане ночью устроили дебош, а эти работали на сценарии, в доме творчества. Спустились, выразили протест, получили по мордам. И когда меня спрашивали, журналисты, как вы относитесь к этому, я говорю, они получили то, что они по существу заслужили, продали бандитам, а теперь они еще возмущаются, что эти бандиты начинают их бить. Собчак в этом участвовал, они его говорили, вот это все скамое скверное, что было в человеке, человек может пойти по любому пути, вот о чем я хочу сказать. В нем есть наличие и доброты, и хороших качеств, и скверных. Все зависит от того, какова среда, какова атмосфера, к чему призывает власть. Власть очень много значит. Власть призвала все эти самые скверные силы, потому что только они дают возможность обрести тот комфорт, о котором мы всю жизнь мечтали в нищей советской России, где все были примерно равны, за исключением некоторых. Ну и то, равенство было какое. Но профессор получал в три раза больше меня денег. Вот он считался очень богатым человеком, он мог купить машину за несколько лет. Я не мог этого сделать. Вот эта разница. Но она такая несущественная. В три раза. А сейчас она в тысячу раз. Понимаете? Вот это вот важно. И поэтому, я вам должен сказать, Собчак его держал, потому что он был его исполнителем. Он обеспечивал все его потребности в комфорте. Он заключал договора, прежде всего, для себя. Он создал сеть, абсолютно криминализированную сеть, вот этой вот купли-продажи предприятий, не гнушался продавать зарубежную помощь, которая шла от доброго сердца, что называется, от Европы. Вот это вот человек абсолютно лишенный совести. У него нет этих качеств эмпатии, совести. Когда ему спросили однажды Путина, я помню, вот отдельные вещи, я запоминаю навсегда. А у вас чувствуется как сочувствие, сострадание. Нет, сострадание и сочувствие это слабые качества, это качество слабого человека, сказал он. Ну, тот ему об этом, прочитал он об этом. Я, кстати говоря, нашел как-то в доме книги, такая книжечка была, как сделать вашего ребенка успешным. И там некий родитель говорит о том, что вот это вот сочувствие, слабость, желание помочь какому-то близкому, это пережитки все. Так никогда ваше дитя не станет успешным. Надо быть человеком жестким, исходить из интересов дела и тому подобное. Я тогда подумал, как бы хорошо, чтобы наверняка этот ребенок, которого выросли такой папаша, может его и из дома выгнать и так далее. Я очень пожелал, чтобы он расправился со своим родителем как тому вообще, как тот заслужил. Вот это вот свойство, которое свойственно, присуще этому Путину, они свойственны всем его, окружающим его людям. Это люди близкие по духу. Они действительно все такие. Они готовы друг друга предать, да, но не предают только потому, что они считают, что вместе они сильный кулак. Они вокруг него сгруппировались, потому что он организовал действительно такую вертикаль бездарностей. Аллочных бездарностей. Я даже не мог себе представить, что в России начнется культивирование отвратительного человека. Знаете, вот культивирование самого отвратительного существа, которое только можно себе представить. Сталина. Вот эти вот люди, они культивируются, они растут, им подражают, они в элите, они во власти, они в Москве, они обижаются, когда их начинают. Что они несут, что они такое говорят? Как эти люди на моих глазах изменились? Соловьев, умный парень был. Я помню, как он вел барьеру. Мы просто каждого осаживали. Там собирались умные люди. Они аргументировали, он был сильнее других. Он умел сказать и тому, и другому. Во что он превратился? Это кусок идиота. Это абсолютного. Я думаю, наркота тут играет большую роль. Он обвиняет Зеленского, говорит, это наркоман. На самом деле, понятно, что наркоман это Соловьев непроходимый. У него поэтому идет такая эмоция нездоровая. Потом смена, угасание. Это идет. Они все, по-моему, этим занимаются. Но самое удивительное, во что эти монстры? Они на глазах превращаются в странных такие существа. Вот обезьяны. Знаете, как мой соавтор, когда мы с ним затеяли переводы французского поэта Аристида Брюана, который был друг Тулу Злотрека и организовал первый высоцкий. Он писал, значит, песни, песни протеста, которые ругали французское общество. И от этого это высшее общество приходило к нему. Попасть было невозможно. Просто Лединов туда уже больше не пускали. Так вот, эти песни, которые существовали просто в пересказе, мы с поэтом Вячеславом Лейкиным организовали, и я их публиковал в своем сатирическом тележурнале «Осколки». Он по 10 минут шел. В связи с этим журналом закрыли мою программу «Дом культуры». Вот закрыли. Семь этих самых журналов выдержало или нет. И там была песня «Мы бандиты». Перевод, такой авторский перевод этого Брюана. И там были такие слова. Как видно был Господь наш пьян, который произвел нас от обезьян, кровожадных обезьян и загребущих. Вот эти кровожадные обезьяны и загребущие это те, во что превращаются и превратились уже вообще говоря представители российской так называемой относительно элиты. Это не культурная элита. И культура не имеет сюда никакого отношения. Эти люди по всем своим качествам представляют собой монстров. Монстров, над которыми издевалась когда-то литература. Гуманистическая русская литература. Ну вот, наверное, смотрите, у нас уже практически в финале. Хочу вас спросить. В России закрывается железный занавес. Говорят, что у чиновников, у СИО уже начинают забирать иностранные паспорта, чтобы много не шатались по миру. Правильно. В России захлестнула волна доносов. Пишут все друг на друга. Пока пишут про тех, кто не одобряет войну, а скоро начнут писать просто потому, что квартира понравилась соседа или еще жили жена соседа. Ну, как это было в 1937 году. И вот, собственно, вопрос в чем. Температура в России в этой палате постоянно повышается и уже повысилась до почти невыносимого уровня. Что будет дальше? С одной стороны, она поджимается Китаем. С другой стороны, Украина, понятно, никогда не сдастся, пока не победит и не выбросит Россию за пределы. И еще непонятно, где остановится украинская армия. Пока что это непонятно. Вот. Поэтому, что будет дальше? Поскольку мы видим, что общество все равно перегрето, да, и там 150-200 ЧВК уже есть. У каждого какого-то там завалящего олигарха уже свой ЧВК. Чем это все закончится? Вот вы как режиссер давайте смоделируем. Что может быть? Ну, дело в том, что моделировать будущее лучше всего заглядывая в прошлое. Такое уже было. Это гражданская война, когда было огромное количество больших и мелких армий. Они воевали друг с другом. Одни из них были чисто бандитскими. Они брали только то, что близко лежит, для того, чтобы сейчас существовать. Были те, которые имели убеждение, но они, к сожалению, проигрывали большевикам, потому что те были крайне жестокие и беспредельные. Те были беспредельщики. А беспредельщик, ведь самый паханом кто становится? Кто становится таким Аль Капоне? Это человек, который поражает жестоких, даже своих жестоких товарищей в окружении, тем, что он вообще моментально расправляется с особой жестокостью, не глядя ни на что, не думая о будущем, не думая о последствиях. Он становится страшным, его начинают бояться. Вот это вот культивируется и так далее. Так вот, я вам должен сказать, начнется самое страшное в России. Мы ждем сейчас, что в результате происходит. Вот я каждый день заглядываю в интернет, ищу новости, но по существу я жду только одного. Победа Украины. Я жду только этого. Сейчас такое затишье, все обсуждают какие-то проблемы, одно и то же примерно говорится бесконечно. Про Китай, про это уже навязло, надоело про это слушать. Ничего нового на ближайшее. Мы ждем, три недели пройдет. Вот мы все связаны с погодой. Когда подсохнет, когда начнется это, что будет? Сандер наступления. Ждем только этого. Оно все решит. Оно решит проблемы отношений Китая, России. Оно решит проблемы отношений внутри страны, России. Вот там ничего предсказать невозможно точно. Скорее всего, начнется действительно междуусобица. Национальные войны. Путин сделал такое вообще с Россией, помимо того, что он убил благодаря своим стяжательству своих помощников, убил природу, сжег леса, отравил реки. Он заранил такую бомбу, как, например, Чечня, которую он каждый день миллиарды, каждый год вкладывал в нее, как своих нукеров, своих личных охранников. Вот это будет страшная вещь. Сейчас вот этот конфликт связи с мечетью, которая не должна построиться в Москве, на 60 тысяч чеченцев, чтобы они там резали баранов, чтобы там происходило все. Это, конечно, вызывает возмущение. У кого? Вот самое удивительное. Это вызывает возмущение у русских патриотов, которые тоже отвратительны. Вот когда ты смотришь на эту битву, мне это напоминает, когда в одну банку посадят скорпиона и фалангу. Вот примерно такая же битва. Они одинаково отвратительны. Я думаю о тех несчастных, от моих знакомых, людях, которые любят хорошую литературу, которые вообще несут добро, у которых есть чувство совести, которые вообще лишнего не возьмут, незамечены не будут. Люди порядочные, вот так скажем. Они есть, они в тишине. Они не выходят, они выходили вместе со мной на митинги. Но сейчас это опасно, у них есть дети, призывать людей, сидя там, скажем, за рубежом. почему они не выходят на эту тему? Ну ты пойди, выйди, получишь либо 25 лет, либо тебе с вами переломают голову и так далее. Это очень... Дело в том, что смена всегда начинается вверху. Должна перейти вот эта вот охрана, должна перейти на сторону восставших или сама возглавить это дело. Тогда должен быть какой-то лидер там. Но может начаться и смута. В России смута это некий период времени, иногда довольно растянутый, когда непонятно на кого ориентироваться, а народ ждет, ищет царя нового, нового лидера. На кого молиться? Я говорил когда-то, ну хорошо, придет даже новый совет, будет избранный все. Вот мы все коллегиально решаем. А в народе спросят, но главный-то кто там? Кого спросить? Обязательно будут искать главного. Это самодержавное сознание. Почему такое происходит? Почему Россия меняется под Путина? Путин отвратительный человек. Она меняется под него, как менялась под любого царя. Она менялась под Ельцина, она менялась под Горбачева. Начать стали говорить, углубить, стали говорить все чиновники, люди. То есть она подражает государю. Это в крови. Вот с этим надо, вот как с этим бороться? Россия, у ней будет смута, там потом наладится, начнется опять демократизация. Это колесо, которое вертится постоянно и повторяется. Я абсолютно убежден, что еще один круг она пройдет. А что касается возобновления вот этого вот всего негатива, который в России регулярно появляется, он тоже возможен, потому что нет школы воспитания нового поколения. Школы воспитания нового поколения. Как ее организовать? Каким образом это сделать? Тут надо что-то такое придумать. Что еще нам вообще нет? Ну, начинать надо с малого, действительно, с выборов, которые, ну, ладно, это уже, собственно говоря, будет. Я думаю, что мы, знаете, четвертый технологический уклад за год-два очень много поставят на места. Мы вступаем в новый чудный мир, когда многие вопросы, которые сегодня кажутся актуальными, через 2-3 года будут неактуальны. Но это уже будет тема нашего следующего, возможного разговора. Верно, верно. И все будет связано с победой Украины. Вот только она может это определить. Поэтому мы ждем этого с нетерпением. Многое решится и многое для нас будет сюрпризом. Некоторые сюрпризы будут очень приятными. Слава Украине и слава ЗСУ. Я всегда говорю, что вот эти парни, которые сейчас в Бахмуте и в других местах, они защищают не только Украину. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok